Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, магазин по продаже дымоходов и установки Комменбай. Почему я здесь появился, почему взял этот объект и почему будем работать здесь? Основная причина кроется вон там. Видите? Вон там установлена труба. Заказчик позвонил, спросил, Дмитрий, подъедите, посмотрите, потому что мне не понравилось и есть сомнения о том, как закрыли крышу именно, прошли трубу. Почему? Объясняю. Сейчас постараюсь подняться вверх, чтобы вам показать. Вот эта вот труба, пароизоляция, подходит ровненько к трубе. Так делать ни в коем случае нельзя. Поэтому вы должны понимать, что кровельщикам задача просто вывести трубы и они уезжают. Они на этом заработали, сделали крышу, поставили трубу. Подключение, как правило, делают уже сами заказчики. И даже если какое-то возгорание произойдет, то вы ничего не предъявите. Объясню почему. Да очень просто. Они просто скажут, мы думали, что это вентиляция будет. Вот и все. Поэтому каждый должен заниматься своими делами. Кровельщики должны делать кровли, укладывать их, ну, а монтажники дымоходов устанавливать дымоходы. Все, на этом точка. Можно ли это совмещать? Можно, но это должны быть бригады, в которых люди работали именно с дымоходами. Потому что, как правило, я очень много переделываю работы после кровельщиков. Потому что они или понятия не имеют, или безалаберно относятся к своей работе. Ну, как правило, просто не имеют понятия по пожарным требованиям, сколько надо отступать от трубы. Потому что, ну, они сдают, они сдают работу, красиво сдают, вопросов нет. Я говорю, я сейчас поднимусь выше, покажу вам. Но при этом красота эта может закончиться, когда пройдет возгорание. Это очень опасно. К этому моменту надо относиться очень серьезно, потому что пароизоляцию, как правило, подводят прямо к трубе. Это категорически запрещено. Нельзя, ни в коем случае. Красиво – да, но ненадежно, очень ненадежно. Так, сейчас я выставлю лестницу и покажу вам уже, какой отступ сделали там, буквально никакого. И подошли пароизоляции. Смотрим. Так, сейчас я поднялся, смотрите, что получается. Вот эта вот полностью пароизоляция, она примыкает к трубе. Так не должно быть, ни в коем случае это первый вопрос. Второй вопрос, вот здесь уже идет брус 50-й. Так тоже не должно быть, это 5 сантиметра. Здесь должен стоять стандартный противопожарный узел. Без него никак. Так, если у вас, проверьте, пожалуйста, свой дымоход, пароизоляция подходит вот таким вот образом. Обрежьте подальше от греха, пока не возникло вопросов. Вопрос один – это возгорание. Потому что вот эта труба 115 на 180, а нагрев ее в рабочую температуру 150-180 градусов. Это норма. Я не говорю про возгорание сажи, я говорю про нормальную ее температуру, когда используется печка. Вот трубу сняли. Это нашего белорусского производства, могилевская труба 115 на 180. Заглушка стоит, также единица. Видите, да, разницу в изоляции? Поэтому я эти трубы не монтирую 115 на 180, именно этого производителя. Но, как правило, с 180 я не работаю. Потому что у нее снаружи очень большая температура. Я для себя сделал вывод, тот минимум, который должен быть на бане, это 115 на 200, на 210, 220, 230. Но не меньше, чем 200. Потому что здесь температура рабочая 150-180 градусов. Ну, давайте, ради интереса, снимем заглушечку. Покажу вам, какой там утеплитель. Я даже вот так выдвину ее очень легко. Показать как? Все, сейчас начинаю маленький экспериментик. Смотрите. Я просто тяну за усики. И вся труба у нас уже в руке. Смотрим сюда. С этой трубой ничего не становится. Она цельная. С чем это связано? Во-первых, с качеством утеплителя и плотностью утеплителя. Как утеплитель забит. Руками, либо автоматическим. Здесь все это забивается руками. Утеплитель, слава богу, стоит армированный. Потому что за этим производителем наблюдался грешок. Да, грешок на камеру, потому что очень много проблем с этой трубой было у меня, как у монтажника. Утеплитель у них одинаковый стоит, только плотность разная. Не знаю, какая. Все. Это жестко. Никаких проблем. То есть здесь я вот тяну сейчас за внутренний кожух. Ну, ее не выдернуть. Никаким образом. Почему? Да потому что надо покупать проверенные вещи. Единственное, что я хочу отметить, что у Ферролайфа, что они хорошо делают, это вот эта вот гравировочка. Я не встречал в Беларуси, чтобы так кто-нибудь делал. Супер. Вот это класс. Есть еще чему учиться. И грибки у них. В верхняя часть идет пресс. Штамповочка. Ну, а все остальное так быть не должно. Но вот этот грибок должен отдельно. Он рано или поздно отваливается. Пусть по строительным нормам он запрещен. Поэтому нет. Я монтирую только сегменты отдельно. И фирмы, которые серьезно дымоходами занимаются, на белорусском и на российском рынке, также украинцы, они делают эти вещи раздельные. Он делает цельные. Ну и плюс, конечно, неутепленные. Вот это дополнительная точка образования конденсата. Смотрите, про что я вам говорил. Сейчас вверху нахожусь. Вот труба проходила. Видите, вот эти вот зарезы, произоляция полностью прикасалась с трубой. И вот брусок один. Рядышком, видите, здесь 5 сантиметров, может быть, меньше еще в этом трубы. И вон доска еще внизу. Вот эту доску обязательно надо обрезать. Ну, господи, еще, скорее всего, и вверху. Поэтому мы будем, скорее всего, смещаться вот в эту сторону. Сюда. Да, потому что здесь близко очень. С этой стороны брусок идет дополнительно. А его мы не можем расслабить. Да, много но. Но мы работаем. Чувствуете разницу? Между тем, что было, и какое отверстие оно сейчас. Да, именно такое должно быть, чтобы спать спокойно. Закончили мы монтаж дымохода для Фина. Для финской банной печи Harvia 24. Легенд. Хорошая печка. Ну, поверьте. А этой печкой люди будут довольны. У нее есть много очень особенностей. Но я не буду описывать эту печку, потому что о ней обзоров целая куча. У нее ряд преимуществ. Естественно, что скажу. Реально, что в России, что и Беларуси, что в Украине эти печки, именно сетчатые, сделали в банной тематике, в банной теме большой, огромный толчок вперед. У кого есть сетка и печка, я думаю, могут подтвердить мои слова, что гораздо другой эффект, чем воздухогрейка с металлическим кожухом конвекционным. Но не о печке мы будем разговаривать, а будем разговаривать о дымоходах и о переделке, которые мы сделали после очередных строителей. К сожалению, это так. Да, мне приходится переделывать много монтажей именно из-за ошибок строителей. Потому что каждый должен заниматься своим делом. А мы приступим к дымоходам. Смотрим, что мы сделали. Везде стоит 304-я нержавейка, 1 мм IC304. Поставили метровую вставочку. После метровой вставочки стоит шибер. Нужен ли шибер? Шибер нужен. Нужно его ставить, без него нельзя. Вся система собирается по конденсату. То есть мы видим, что верхняя труба входит вовнутрь. И также насадочка тоже входит вовнутрь. Для чего я так делаю? Объясняю. Все очень просто. Конденсат, если вы соберете по дыму, то вот на этом участке, по крайней мере на первом, начинает течь струйка. Никуда вы от этого не уйдете. Струйка есть, конденсат есть. Он постоянно появляется. Высохнет ли он? Ну, один большой вопрос, повезет ли вам. Я знаю, что при этой сборке конденсат может появиться только в нижней точке. Где? Вот здесь. Ну, здесь бешеная температура. И он просто сгорит. Поэтому на утро люди придут, здесь никакой течи уже не будет. А вот здесь очень большая вероятность, что будет течь. Все. Вот эта корзина для кондей, для того, чтобы убрать излучение лишнее. Ну, и не забывайте, что вот этот участок трубы прямой, которую вы ставите, он реально пересушивает воздух. Очень сильно пересушивает воздух. Чтобы этого не было, корзиночку надо поставить. Да, с ней гораздо мягче будет пар. И давайте я поднимусь наверх и буду вам показывать, что я сделал наверху, потому что есть о чем сказать. Напоминаю, что здесь еще отделки нету. Вот помещение, все. Потолки, на какую высоту будут опускаться, неизвестно. 2,3-2,2 метра. Поэтому я предусматриваю такие моменты. Еще один момент. Здесь будет еще второй этаж. И это тоже предусмотрю. Как? Идем, поднимаемся, смотрим. Вот такой противопожарный узел. Это нижняя его часть. Когда будет отделка, он просто опустится на ту высоту, которую необходимо. И это верхняя часть. Если вы видите, то он гораздо выше вот этого вот бруса. Потому что неизвестно, насколько он опустится вниз и насколько поднимется вверх. Вот этот экран. Под экраном вот такая вот засыпочка. Базальтовое волокно. Используется басфайбер. И дополнительно кожух ставлю. Для чего? Объясняю. В дальнейшем опускать будет, скорее всего, заказчик сам. И чтобы не наделал ошибок, чтобы, не дай бог, не загорелось ничего. Даже если сюда подведет вагонку, возгорания никого не будет. Потому что не забывайте. Вот этот воздух, это тоже изолятор. Наверх, когда пол уже будет уложен, вот этот экранчик сядет. И здесь у нас, помните, да, что было? А было у нас следующее. До нас люди поставили вплотную, вот здесь балка идет. Балочка вот так идет. Практически 5 сантиметров от нее. Поставили трубу. Нет, я этого не позволил. Снял ее, демонтировал. Поставил 30 градусник 1. Вставочка разгонная, 30 градусник 2. Единственное, что у нас получилось, это мы сначала, видите, вот эту полосу? Вот это должен быть в центр. И мы сделали отверстие вот до самого края. Вон, шмель. Ох, мой красавчик. хочет тоже попариться. Поэтому, что было сделано? Мы сделали отверстие, а там уже оказалось еще усиление. И это усиление нам не позволило. Очень близко мы пошли к дереву. То есть, дерево у нас оказалось вот здесь. По центру труба. Рядом, рядом, рядом. Там буквально 7 сантиметров. Так я отказался сделать. Поэтому было решение смещаться лево. Ну, а здесь отверстие осталось. Что будет в дальнейшем, скажу следующее. Вот это вот некрасиво. Поэтому там утеплитель уже положен. Снимется просто вот эта вставочка. И деревяшка подгонится прямо вот к этому экрану. И все. И будет вот так будет. Почему? Потому что мы делаем все. Все продумано довольно. Спустимся вниз, потому что шмель нам не дает жизни. Высоко довольно. Все. На этом я буду свое видео заканчивать. Понравился мне этот монтаж. Думаю, кому-то будет полезно. Поэтому знайте, что температура, что на первом метре сэндвича, что на четвертом, пятом примерно одинаковая. И не слушайте, когда вам говорят, что можете сэкономить, поставить потоньше. Все у вас будет стоять. Нет, ничего у вас не будет стоять. Скорее всего, она у вас прогорит. Все. Всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов. Подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж дымоходов. Всем хорошего настроения. И строителям, скажу так, занимайтесь каждым своим делом. Продолжение следует...